всем привет рада вас снова видеть на моем канале захотеть похудеть сегодня продолжаю отвечать на ваши вопросы которые вы мне задавали в комментариях и начну с вопроса о переедании часто меня спрашивают как научиться сдерживаться вовремя как вовремя остановиться как приучить себя не переедать не брать добавки я вам хочу посоветовать пример француженок он действительно работает и помогает вот таким людям которые действительно не могут удержаться от того чтобы не взять вторую порцию французские хозяйки никогда не готовят ничего впрок если семья вот к примеру четыре человека то они готовят жарят там к примеру варят тушат 4 порции мяса 4 кусочка рыбы и когда ты уже свою порцию съел брать там уже нечего добавки нет и даже скажу более того если вы придете в мясной магазин или же в магазин готовой продукции где там продаются запеканки там лазанья какие-то салаты то у вас никогда не спросят сколько килограмм или грамм там вы хотите купить мясо или какого-то салата вас спросят насколько человек вы хотите купить выбранный вами продукт и вы знаете это действительно помогает я сначала но как бы у нас это не принято всегда там готовишь трехлитровую кастрюлю борща если там котлеты голубцы тумы ну как-то не при я даже не не представляла что я тоже буду так делать но был такой действительно период это в самом начале когда я приняла решение что вес необходимо снижать и я стала делать как француженки я готовила все порционно я бы уже давным-давно потеряла лишний вес но проблема не могу отказаться от хлеба посоветуйте что можно сделать первое что я вам хочу сказать если у вас такая вот но не совсем нормальная тяга к определенному продукту в данном случае хлебу это говорит о том что у вас в организме не хватает витамина группы b поэтому сдайте анализ посмотрите если это подтверждится то начните его принимать если же просто хлеб это любимые продукты то старайтесь во первых понемногу не надо никогда ничего делать резко ограничивать если ела три куска ограничь до двух потом чтобы хлеб присутствовал только в обеденное время там завтрак обед потом только на обед и вот таким вот образом потихоньку потихоньку знаете человек это такое существо мы привыкаем ко всему а если есть желание если есть мотивация тогда это будет сделать намного проще также если ты любишь белый хлеб а то и при этом хочешь потерять лишний вес то естественно нужно перейти на хлеб из цельнозерновой муки на ржаной хлеб на черный хлеб поскольку во первых в этих сортах хлеба очень много клетчатки также присутствуют витамины группы b и они не такие калорийные в них нет вот этих вот легких углеводов которые присутствуют в сдобных булочках в батонах в белом хлебе так что девочки как я сказала было бы желание потихоньку полегоньку дорогу осилит идущий вижу что много пришло комментариев под видео про диету чередование и заметила что некоторое характеризует ее утверждая что это кето диета это некий это диета абсолютно ничего схожего с кето диетой в диете чередования нет другие пишут что это диета дюкана это тоже далеко не диета дюкана поскольку диета дюкана не рассчитана на 21 день это первое второе начинается у нас фазы атака а здесь чередуются белковые дыни с овощными днями у дюкана когда чередуются чистые белки и белки с овощами как бы здесь тоже вот видите идет несостыковка затем на диете дюкана нельзя мед нельзя много растительного масла там я вот помню я была на диете дюкана что сковородочку или капелькой маслица смазываем или вообще готовим без растительного масла так что не путайте типы диета типы питания и диета дюкана она рассчитана на более длительный период и состоит из нескольких четырех если уж быть точным этапов также спрашивали можно ли быть на этой диете меньше чем 21 день примеру две недели или наоборот продлить ее до месяца это право выбора за вами я не могу ничего посоветовать в таком случае не могу настаивать или рекомендовать что да 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 ты можешь девочки решайте сами сколько у вас приемов пищи в день ведь в видео о питании для женщин 45 плюс вы советуете дробное питание я питаюсь три раза в день 10 14 и последний прием пищи 18 часов для меня это идеальный вариант но вы же должны прекрасно понимать что хорошо для одного может быть абсолютно бесполезно для другого у каждого свой метаболизм у каждого свой обмен веществ и есть люди у которых после 45 после 50 лет вот классическое питание трехразовое прекрасно помогает сбрасывать килограммы но есть люди у которых более замедлен обмен веществ и и метаболизм ну совсем никакой поэтому таким людям стоит выбирать именно дробное питание для того чтобы ускорить метаболизм но хочу обратить также ваше внимание на то если у тебя диагноз инсулина резистентность то такой тип питания дробное питание категорически противопоказано людям с таким диагнозом лучше питаться два-три раза в день он девчонки натворил youtube делов сейчас вот хочу зачитать непосредственно комментарии человека потому что нужно разобрать именно питание чтобы дать понять вам какие ошибки существуют и я даже не имею возможности обратиться вот как раньше там наталья иванова там или там екатерина петрова то сейчас юзер и набор цифру и буквы но я думаю что автор комментария о себя узнает все очень полезно но у меня вот такой вопрос хлеб сахар сладости кроме очень редко халваз и совсем чуть-чуть все мучное картофель любые каши свинину бобовые мед я не употребляю вообще особенно овсянку мед и всякого рода типа кефир ряженка могу из кисломолочных только обезжиренное молоко сыры и творог вес стоит на месте 72 килограмма а нужно 60 максимум и вот такие вот мои девчонки нам нужно все и сразу да еще и в самом лучшем качестве ем два раза в день воды пью много как правильно составить рацион без этих продуктов что-то я делаю не так как нужно благодарю за ответ но начать хочу с первой ошибки она заключается в том что вы и не только вы у меня тоже была такая ошибка употребляете обезжиренные молочные продукты почему эта ошибка когда ты не изучаешь тему диетологии то нам кажется так вот обычному потребителю который пришел в магазин и который собирает себе корзину продуктов для того чтобы снизить лишний вес мы думаем как обезжиренная сметана обезжиренный йогурт обезжиренное молоко и другие обезжиренные молочные продукты нам помогут похудеть но все с точностью до наоборот когда мы употребляем обезжиренные продукты мы исключаем полезные жиры которые помогают в потере веса но вводим в свой организм совершится абсолютно добровольно крахмал стабилизаторы загустителей и разные вещества которые одни удерживают воду в организме другие перерабатываются не так чтобы снизить лишний вес а наоборот человек от крахмала мы исключаем картофель но мы этот крахмал едим в йогурте или в той же самой сметане поэтому для наилучшего эффекта выбирайте продукты молочные продукты сама средней жирностью затем хлеб абсолютно не нужно исключать и сводить употребление его на нет нужно правильно выбирать сорт хлеба и нужно его есть в небольших количествах хлеб полезен для пищеварения но как я уже сказала это не должны быть белые булочки или батон и опять же мед я предпочитаю мед любому сахара заменителю в нем много минералов полезных веществ он улучшает и укрепляет иммунитет содержит массу витаминов затем бобовые бобовые вообще не нужно исключать если ты находишься на диете конечно тем у кого нет проблем желудочно-кишечным трактом если человек полностью здоров бобовые растительный протеин когда мы едим протеины то что мы делаем мы теряем вес плюс к тому растительные протеины они легче перевариваются и лучше усваиваются нашим организмом овсянка каши это сложные углеводы если мы из своего рациона убираем какой-то один продукт то это как пазл вот ты вытащил что-то и картинка уже не сложилось так и здесь 60 грамм готового продукта в день вы можете себе позволить кефир ряженку если нет проблем с лактозой с усвоением лактозы то почему бы их не включить в рацион ну и конечно же здесь скорее всего двухразового питания маловато потому что замедляется метаболизм и обменные процессы и опять же я не знаю сколько килокалорий в день если вы исключили все вот эти продукты о которых вы написали и у вас калорийность употребляемой пищи в день составляет там 600 800 килокалорий то вначале до вес будет сбрасываться потому что за счет того что большой дефицит килокалорий но потом когда организм поймет что его лишают такой вот львиной доли энергии то он будет ее удерживать это первое и за счет снижения активности метаболизма соответственно органы будут работать медленнее и процесс похудения вот так вот будет стоять на месте еще были вопросы относительно саха замов за сахарозаменителей какие я принимаю и принимаю ли вообще нет я давно не принимаю никаких не употребляю в пищу никаких сахарозаменителей раньше было я покупала фруктозу и всю кровосу вот она на французском языке вот так вот называется но поскольку у меня уже абсолютно нет никакой тяги к сладкому и мне даже вот сладкого вполне достаточно если чего-то хочется я оставляю вот эту вот мою приятную вещицу на мой загрузочный обед и того что я съедаю один раз в неделю лучше купить нормальное там пирожное если тебе хочется или съесть мороженое которое тебе хочется или сорбет и потом в течение недели но сахарозаменители я не употребляю опять же если хочется сладкого я лучше воспользуюсь мютом много полезнее намного вкуснее потому что ну как ни крути как бы если ты что-то готовишь там запеканку творожную какую-то выпечку как-то сахарозаменитель не так чувствуется но если добавлять вот к примеру его в йогурт или в кофе или в чай то он всегда мне ну какой-то химический вкус такой вот неприятный вкус поэтому зачем есть то что на тебе неприятно так ну что девочки на сегодня все опять же не буду задерживать ваше время завтра скорее всего будет продолжение сегодня желаю всем прекрасного настроения эффективного похудения и увидимся и все муки на пенсии мусору дэнс новой чей это все заходи миска 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 Субтитры сделал DimaTorzok